Страна ФМ и Спортэкспресс представляют Стране о спорте Лайф На телерадиоканале Страна ФМ Ну что, сегодня будем говорить о футболе, естественно И о мужчинах красивых Ну и для тебя в первую очередь, конечно Ради тебя, Лера Тольпися Давайте начнем с Месси Почему он не выиграл звание лучшего футболиста? Вот, кстати, да Ну, на самом деле, я прежде всего скажу, что Выборы лучшего футболиста, которые происходили вчера в ночи Это такие недовыборы Потому что, на самом деле, главной наградой мирового футбола Исторически уже много-много лет считается золотой мяч В какой-то момент FIFA забрала себе золотой мяч И объединила две награды Был еще вот приз FIFA Потом в какой-то момент у них контракт с журналом France Football Который делал золотой мяч Закончился И FIFA, чтобы не отставать, продолжает вручать свою премию Но, честно говоря, она, как правило, полностью повторяет золотой мяч И котируется в мире ниже Тем не менее, да, Месси там проиграл Выиграл снова Криштиану Роналду Но это абсолютно ожидаемо Потому что успехи Криштиану Роналду По итогам последних лет Они серьезно превосходят успехи Месси Это касается как клубного футбола Реал блистательно выступал на всех фронтах Выиграл чемпионат Испании Выиграл Лигу чемпионов И Роналду был чемпионом Европы А Месси, как мы все знаем, на уровне сборной У него ничего не получается Он не смог стать победителем Кубка Америки Он не выиграл в свое время чемпионат мира Поэтому у Месси есть возможность вернуться на вершину Только благодаря клубным успехам А для этого Барселона в ближайшем сезоне должна выиграть чемпионат Испании Лигу чемпионов Что будет очень проблематично и сложно И, конечно же, все ждут, как Месси выступит на чемпионате мира по футболу в России Но здесь тоже будет очень большая конкуренция Я бы не сказал, что Аргентина это фаворит номер один Слушай, а вот в этой номинации, назовем ее так О которой мы сейчас говорим Там все-таки больше бизнеса или больше адеквата Ну, назовем так, адеквата Ну, там на самом деле Насколько можно верить и насколько можно говорить Да, это вот так оно и есть на самом деле Голосование, честно говоря, специфическое Объясню почему Дело в том, что там голосуют главные тренеры и капитаны всех сборных команд мира И, по-моему, там как-то журналисты, еще болельщики каким-то образом участвуют Их добавили и так далее Но, как показывает практика прошлых лет Даже если какие-то футболисты, кроме Месси и Роналду, ярко себя проявляют Голосуют люди все равно за Месси и Роналду Потому что голосуют, ну, например, капитаны и тренеры африканских стран, островных стран Где, условно говоря, я не знаю, там на острове живет 100 человек Из них там собрали 20 футболистов, понимаете, да? И эти люди по инерции просто голосуют, например, за Месси Потому что это единственная фамилия, которую они знают у себя там где-то на далеких островах Слушай, я хочу объяснить, почему я задал этот вопрос Вот для обычного человека, для обывателя, да? Для неискушенного в этих делах, уж так, неглубоко погруженного во все это У нас самый богатый кто? Неймар считается сейчас? Ну, по зарплате да, но на самом деле по общим доходам Криштиану Роналду все равно на первом месте То, что у него очень много доходов от рекламы А, ну вот тогда все встает на свои места Потому что я хотел сказать, кто самый богатый Неймар, а почему тогда? За что ему платят такие деньги? Хотя по зарплате Криштиану Роналду, если не ошибаюсь, даже в пятерку лучших в мире не входит Мне вообще понравилось, я думала, когда Дмитрий с самого начала начнет, он скажет Ну, на самом деле, награда не награда, на самом деле главная награда Это контракт на 222 миллиона евро Ну, тут вот Неймар, да, он всех обошел Но зато он майку не снимает так красиво, как это делает Криштиан А для тебя это очень важный момент Это не только для меня Если бы это было только для меня, то люди бы так активно не голосовали Дима, напомним, Неймар за сколько перешел? 300 евро? Тысяч? Нет, он перешел как раз за 222 Это цена, которую заплатили клубу Ну, а зарплата у него там тоже абсолютно феноменальная Там, по-моему, свыше 20 и так далее То есть там абсолютно феноменальные цифры Друзья, Дмитрий Симонов у нас в гостях Мы продолжим разговор о футболе совсем скоро Будьте со страной ЭПМ А я вот хочу быть с Криштианом Роналду, но не буду Я вот просто хотела подвестись, как-то, понимаете? Ты хочешь быть первой или снимать майку так красиво? Я хочу снимать майку, он молодец, он красавчик Друзья, Дмитрий Симонов у нас в гостях И мы вот все про Криштиану Роналду Мы даже про Неймара поговорили о Месси Мы как-то немножечко бортанули в сторону А тем не менее именно Месси приедет совсем скоро в Россию Да, в начале ноября Месси и сборная Аргентина приезжают в Россию Матч будет в Москве, судя по всему, в Лужниках И это, на самом деле, две такие премьеры, можно сказать, да Месси, в отличие от Криштиана Роналду, очень давно в России не был Он приезжал в Казань с Барселоной Но понятно, что заждалась, это было несколько лет назад И Москва очень ждет этого футболиста Я думаю, реально там, ну может быть не миллионы Но десятки тысяч, прежде всего, детей, школьников, студентов Хотят прикоснуться Девчонок Ну Месси, мне кажется, как раз он, в отличие от Криштиана Роналду Он такой именно икона футбола То есть не икона стиля, не икона сексуальности А именно в чистом виде вот такой вот футбольной гениальности И, конечно, от его игры балдеет весь мир, что тут говорить Ну вот Месси приезжает, это очень здорово Для Российского футбольного союза Это, конечно, не бесплатно Важно понимать, что топовые сборные приезжают играть только за деньги Это вот как бродячий цирк, который, ну как бы выступает за ваши То есть топ-сборная может сыграть бесплатно Только с другой топ-сборной Ну, по взаимной договоренности Для того, чтобы сделать реально, как бы, крутой матч А к командам второй-третьей линии К которой мы относим и сборную России Это стоит денег Точную сумму не назову Но речь идет о порядке 3-5 миллионов евро Слушай, а какую цель преследует вообще матч вот такого характера? Ну, понятно, что это крайне интересно смотреть Да, а помимо этого Ну, во-первых, это популяризация футбола То есть мы поднимаем интерес к футболу в нашей стране Потому что, несмотря на то, что ожидается более миллиона туристов в России на чемпионат мира Все равно львиная доля болельщиков, которые должны заполнить стадионы Это жители нашей страны, нашей необъятной родины И билеты стоят очень дорого, да, для среднего российского кошелька Стоят там от нескольких тысяч до десятков тысяч, да И чем выше стадия, тем дороже билеты Даже самые дешевые билеты будут стоить, по-моему, там 1200, что ли, или полтора Там на Кубок Конфедерации было 900 Ну, вы понимаете, да, что если для Москвы это еще ты потянешь То, если говорить про регионы, это реально очень-очень большая сумма Ну, это как в большой театр сходить, да Ну, это правда, да Если дороже, там десятки тысяч Все дорога, да? Да, конечно, конечно И, соответственно, чтобы поднять интерес к футболу Это можно сделать только матчами с командами уровня Аргентины Только приглашая игроков а-ля Месси, Криштиану, Роналду Там звезды Бразилии, Неймар Бразилия к нам тоже, кстати, приезжает только в марте Так что и Неймара увидите, да Можно с него тоже попытаться что-нибудь снять, наверное Я не буду, нет, я просто издалека буду А что так? Ну, я все вспомнила, что я замужем Дим, слушай, вопрос, на который ответ мы все прекрасно знаем Но хотелось все-таки, чтобы ты прокомментировал, как профессионал, да? Вот все-таки, на твой взгляд, этот матч как он сложится? Совсем прям порвут с первых минут? Или все-таки там, возможно, какие-то варианты другие, более интересные для нас? Я скажу так Меня со спортивной точки зрения пугает то, что сборная России проведет целую череду матчей Исключительно с топ-командами Нас ждет Аргентина, далее мы играем с Испанией В марте мы играем с Бразилией По неподтвержденной пока информации Следующей мы играем с французами А это, ну, финалист чемпионата Европы И тоже, кстати, один из фаворитов чемпионата мира И в мае или в начале июня мы, скорее всего, играем с Италией Это вот на Динамо, который должен открыться Ну, скорее всего, да, ожидается, что это пройдет там Ну, пока это тоже официально не подтверждено Ни российским футбольным союзом, ни итальянским Но, тем не менее, в кулуарах говорят, что это произойдет То есть мы играем с пятью топ-сборными Каждая из которых способна нам накидать целую авоську И, на мой взгляд, если нам накидают этих авосек много Может начаться истерия, как в стране серии Все пропало, мы умираем там и так далее Но надо понимать, что на чемпионате мира мы с такими командами играть не будем По результатам жеребьевки нам может достаться максимум одна команда такого уровня Ну и там со второй, если мы вдруг чудом выйдем в плей-офф Ну, может быть, с одной еще мы там сыграем, понимаете? То есть, а мы сейчас играем так, как будто нам все время играть с монстрами И у команды просто может упасть вера в себя Выдохнуться, конечно Или наоборот, как вариант Дим, давай прервемся ненадолго Друзья, Дмитрий Симонов у нас в гостях Мы вернемся к вам очень скоро Слушайте, ну мы ни в коем случае никаких надежд не оставляем на спортивные успехи нашей команды Мы продолжаем говорить на спортивную и футбольную тематику Здесь Влад Кутузов, Валерия Майорова И заместитель главного редактора издательского дома «Спортэкспресс» Дмитрий Симонов Здравствуйте Вот, Валерий, ты правильно сказала Из этого вытекает мой следующий вопрос Слушай, Дим, ну вопрос, опять же, обыватель Обычного человека, смотри Не берем серьезные соревнования, где договорные матчи-то бывает Нет, да, это отдельная история же совершенно Не будем ее обсуждать Ну вот матч, который ни на что не влияет, да Который будет у нас вот с Испанией и чуть ранее с Аргентиной Может ли быть такое, что, ну, Аргентина Мы приехали в Россию Мы понимаем, что объективно сборная России послабее, мягко говоря И как-то они говорят, ну, наверное, мы не будем особо как-то сильно стараться Ну, может быть, как-то чуть-чуть, может быть, расслабить Пусть ребята поиграют Может быть, забьют нам лишний гол Может, ничего Вот такое возможно, нет? Возможно Я думаю, что, естественно, команды в таких случаях играют немножко на расслабоне Да, да, да Откровенно С другой стороны, надо понимать, что у всех топ-сборных у них свои задачи Они тоже готовятся к чемпионату мира И там на расслабоне ты уже не поиграешь Поэтому это будет серьезный матч Но, грубо говоря, если Аргентина будет вести там 1-0 с России на чемпионате мира То она будет играть максимально собрано в концовке Если она будет вести в товарищеском матче Я не думаю, что там люди будут с кровью вырывать мяч Вести там сверхагрессивную борьбу, что будет там лететь трава, земля и так далее То есть будет ниже градус борьбы Градус самоодачи футболистов в плане результата Ну, то есть, условно, там пропустить мяч не станет трагедией, да, для команды А для условного Месси не будет мотивации забить России не один, а пять Чтобы стать лучшим бомбардиром чемпионата мира Обогнав Криштиану Роналду и Неймара То есть здесь не будет вот этой необходимости Условно, если Аргентина будет сильно вести в счете Она не будет, например, добивать, да Вот мы это видели на примере игры с Бельгией в Сочи Когда бельгийцы вели 3-1 И наша команда, которая была более мотивирована Потому что играла перед своими болельщиками Нам надо было показать себя Там была очереда неудачных результатов И наша команда сравняла 3-3 Но это был тот случай, когда бельгийцы после игры вряд ли плакали и расстраивались А вот если бы это был матч чемпионата мира Там бы Бельгия, я не думаю, что позволила бы такое А если бы позволила, то, я думаю, в команде был бы уже разнос То есть это были бы очень серьезные санкции к игрокам и так далее Ну, представляете, да? Вести 3-1 с Россией и сыграть в итоге в ничью Это могло бы стоить, условно, бельгий, я не знаю, выхода в плей-офф Или какого-то важного результата Они не могли бы себе такое позволить Слушай, ну в данном случае все зависит от ситуации, мне кажется Вот, допустим, ну, практически там такой случай Условно, один на один с нашим вратарем, тот же Месси, да? Нет, ну, конечно, он завьет У него 100% голевая ситуация Он завьет Но он же не может почесать до головы и сказать Ты что-то, я промахнусь, наверное Нет, такого быть, конечно, не может Я более того скажу, что все равно у всех футболистов Есть очень большая спортивная мотивация Я пару недель назад был на таком несколько странном оригинальном матче В Грозном, посвященной 65-летию президента нашей страны Владимира Владимировича Путина Его устраивал Кадыров этот матч Играли сборные ветеранов России и Италии А за сборную России ее также усилил Роналдинио Так, очень известный в прошлом бразильский футболист И неожиданно как-то Да, сам Рамзан Кадыров И еще несколько представителей администрации Чечни и региона А итальянцы тоже были ветераны А итальянцы были ветераны Там были знаменитые Там были Пауло Росси Там был Скиллачи Там был Дельвекио Там были имена, знакомые всем любителям футбола Там реально были футболисты сборной Италии разных лет И от нас выступали Роман Широков, Валерий Карпин Андрей Кончельский Скиряков Филимонов и так далее То есть все звезды были Киржаков И вы знаете, они реально рубились Ну, то есть понятно, что это был футбол ветеранский Но они реально рубились Понятно, что там Роналдиню играл, конечно, пешком Не делал рывков и так далее Но было видно, как, например, злились итальянцы Когда они проигрывали Они проигрывали 5-2 И в конце уже было видно по ним вот прям ярость Потому что это люди все равно по духу спортсмены И даже играя в ветеранский футбол И было понятно, что на такой день Не могла сборной Италии победить Все равно они стремились к этому Но все-таки проиграли Друзья, говорим мы сегодня о футболе Как же нетрудно было догадаться Продолжим наш разговор с Дмитрием Симоновым Совсем скоро оставайтесь со Страной ФМ Стране о спорте Лайф Действительно, друзья, Стране о спорте Прямо сейчас на телерадиоканале Страна ФМ продолжается В гостях у нас сегодня заместитель Главного редактора издательского дома Спортэкспеса Дмитрий Симонов Дим, еще раз доброе утро Спасибо, что пришел Продолжаем говорить о футболе мы сегодня Кстати, дорогие друзья Вы тоже можете принять участие в беседе Для этого вам нужно написать ваши вопросы На номер 8-909-928-1-89-9 Ватсап, Вайбер, СМС Ну и, собственно говоря, в группе ВКонтакте Тоже у нас есть пост Он прикреплен к самому верху Под ним можете писать свои вопросы Все озвучим Дмитрию Он на все ответит, я надеюсь Дим, ну что, перейдем, наверное, к жеребьевке Предстоящему чемпионату мира Который в декабре будет, да? Да, 1 декабря Осталось, на самом деле, совсем немного Большинство участников уже известны Известны, к сожалению, ряд звездных команд Которые не приедут в Россию Огромная потеря Это Голландия И это Чили Дело в том, что это две страны Которые имеют огромную, скажем так Базу болельщиков Которые ездят и очень бурно и ярко болеют Ну, для понимания, на Кубке Конфедерации Именно чилийцы были Самой многочисленной торсидой болельщиков Ну, после россиян, естественно Они на некоторые матчи просто заполняли стадион Больше, чем наполовину Большая потеря, что чилийцев не будет И голландцев Ну и плюс, это популярная сборная Рядом звезд Большая потеря, это отсутствие сборного Эльса Это Бейл Человек, который в Реале сейчас получает, кстати Больше, чем Криштиану Роналду И является его внутри Реала Главным конкурентом Потрясающий игрок Жалко, что его не будет Осталось провести стыковые матчи Дальше будет жеребьевка 1 декабря в Кремле Говорят, что будет слет всех возможных звезд Я думаю, президент страны будет принимать участие Я не знаю, там открывать и так далее Потому что это, ну, такое, как бы, грандиозное событие Дим, чуть поближе к микрофончику Да, это будет грандиозное событие Будем ждать, кто достанется России Для нас большой плюс, что Россия будет маткой группы Это означает, что целый ряд топовых сборных Таких, как, кстати, Бразилия Там, Франция Аргентина Они нам достаться Германия Они нам достаться не должны Из наиболее сильных команд, кто может нам попасть Это как раз Испания С которыми мы померяемся силами В Санкт-Петербурге в ноябре Вот, ну и ряд необычных сборных попали на чемпионат Сборная Панамы, например, сенсационно выбила американцев Тоже, кстати, на самом деле потеря Хотя, с другой стороны То, что сборная Украины и сборная США не попали Здесь есть, с одной стороны, понятно Был бы большой ажиотаж вокруг их выступления С другой стороны В современном мире, к сожалению, здесь не обошлось бы без политики Я уже представляю себе громкие заявления наших соседей Особенно, да, по поводу сборной и так далее Но сейчас уже глупо об этом рассуждать Обе эти команды не попали в Россию По спортивным сугубо причинам Ну, пожелаем им в дальнейшем пробиваться на другие турниры А пока чемпионат мира пройдет без них Дима, а если говорить о чемпионате мира Вот, на твой взгляд, идеальная группа для нас Вот как она могла бы выглядеть? Ну, я думаю, что идеальная группа для нас Я понимаю, что там несколько вариантов, конечно Да, там вариантов довольно много Но я думаю, идеальным вариантом было бы получить из третьей-четвертой корзины Ну, я для тех, кто не знает, как жеребьевка происходит Все команды по рейтингу делятся на четыре корзины Соответственно, ну, как бы это считается по силе То есть Россия находится, несмотря на то, что по рейтингу мы в четвертой корзине должны были бы быть Но как сторона хозяйка мы попадаем в первую Это нам такой бонус, да, дается Соответственно, нам важно, чтобы из третьей, из четвертой корзин Мы вытащили наиболее слабых соперников А в идеале вытащить еще и кого-нибудь послабее из второй Ну, при хорошем варианте был бы Саудовская Аравия, Тунис и, например, Сербия Вот это сборная, в которой Россия, ну, фаворитом мы не можем быть ни в какой группе То есть, кто бы нам не попался Но, в принципе, это вариант, при котором мы можем набирать очки То есть, желательно, чтобы нам досталась минимум одна команда из Азии, да Кто-нибудь послабее из Европы И какая-нибудь команда вот из таких спорных, да Кто-нибудь из Африки, например В принципе, это все более-менее сносные варианты А представляете, мы встречаемся в начале декабря первую и там вторую неделю И получается, что именно так все Ну и хорошо Вот это вот здорово Друзья, Дмитрий Симонов у нас в гостях Мы вернемся к вам совсем скоро, дождитесь Друзья, прямо сейчас на телерадиоканале Страна.ФМ Продолжаем говорить о футболе Заместителем главного редактора издательского дома «Спортэкспресс» Дмитрием Симоновым Ну вот как только мы назвали телефон, по которому можно задавать вопросы Вопросы сразу полетели Причем полетели вопросы к тому, с чего мы начали К лучшему футболисту Человек обдумывал Да-да-да Помните, мы говорили, что просто никто не знал Это никого, кроме Криштиана Роналду и Месси И все за них голосуют по инерции И тут Елена пишет По инерции? Бред! А как же статистика? Вот можете что-то сказать по этому поводу? Я могу сказать так, что последние голосования, где дважды победил Криштиану, да Вот сейчас на The Best это премия FIFA Голосование действительно было в этом плане адекватным Я здесь соглашусь со слушательницей Единственное, что если брать предыдущие годы Практика показывала, что люди все равно голосуют по инерции за Месси, за Криштиану Роналду Было два примера Когда Месси один раз победил двух коллег по Барселоне, Хави и Ньеста Хотя и Хави и Ньеста тот год играли лучше Но победил Месси, потому что он более распиаренная фигура Если посмотреть голосование топовых стран, то там люди ставили выше Хави и Ньеста, потому что там профессионализм выше А Месси победил за счет как раз вот этой волны голосов из Африки, с островов Это реально было так, люди возмущались И похожая история была, если не ошибаюсь, на чемпионате мира в ЮАР, что ли, когда это все только началось Когда, если бы голосовали только журналисты, которые раньше выбирали победителя золотого мяча Золотой мяч должен был бы достаться Снайдеру, голландскому футболисту А в итоге Снайдер, по-моему, если не ошибаюсь, вообще в тройку не попал По итогам голосования всей вот этой массы капитанов и главных тренеров сборных И опять-таки эту победу другим кандидатам, я просто не помню точно, кто выбыл Но там был большой скандал, что именно Снайдер не выиграл и вообще в тройку не попал Потому что голоса шли вот так Я знаю Месси, я знаю Роналду, я буду голосовать за них Но здесь вот, если брать нынешнее голосование, я соглашусь, что нет человека, который больше, чем Криштиану Роналду Заслуживал победы именно вот вчера Слушай, а как ты сам считаешь, вот, скажем так, тройка самых распиаренных, в хорошем смысле слова Потому что все, конечно, на основе их таланта безумного, да, футбольного Роналду, Месси и, наверное, Неймар все-таки, да? Да, так и есть, но, собственно, это и была задача Неймара Во-первых, выйти вот в эту тройку, потому что там были другие претенденты Например, есть такой яркий француз Гризман, есть Ибрагимович Ну, составились ребята из Барселоны, к сожалению Иньеста и Хави, да, уже все, они не готовы уже к такой конкуренции Но сейчас же задача Неймара в ПСЖ Эту большую тройку, во-первых, как бы закрепить Чтобы все воспринимали не батл Месси и Роналду, а схватку троих И задача Неймара воцариться на троне, когда рано или поздно Роналду и Месси сойдут А так или иначе, обоим уже там 30 лет, там Роналду чуть старше То есть, по большому счету, ну, сколько они будут играть? Ну, даже если еще лет 5-6, а Неймар-то совсем молодой То есть, я думаю, его задача взять потом, как бы, из упавших рук Поднять вот корону, знамя, там, все вместе, занять трон, там, как хотите Ну, а скорее всего, так и произойдет Потому что особо рядом-то никого нет, да, вот такой величины Пока, да Я еще раз хочу напомнить телефон, потому что есть еще время задать вопросы И есть еще время услышать на них ответы 8-909-928-1-89-9 Да, и группа ВКонтакте у нас тоже работает Пожалуйста, задавайте свои вопросы Дмитрию Симону С большим удовольствием А это Лена написала, да? Это Лена, девушка Лена фанат футбольной Лена фанат, мне кажется, Криштиан Она сразу думает, как вы хотели оспорить победу моего любименького И решила Слушайте, у нас впереди осталось буквально 3 минутки Еще вот сейчас у нас будет небольшой перерыв И, наверное, поговорим Я хотел спросить, Дим, тебя о том Вот, опять же, как ты лично считаешь И как человек, как болельщик, и как профессионал Безусловно, все-таки какие у нас шансы Куда мы выйдем из группы и так далее И так далее, что будет дальше С удовольствием Очень интересно будет об этом поговорить Друзья, напомним, у нас в эфире сегодня Заместитель главного редактора издательского дома Спортэкспресс Дмитрий Симонов Мы к вам вернемся очень скоро После небольшого перерыва Будьте со стороны ФМ И мы продолжаем Дмитрий Симонов Заместитель главного редактора издательского дома Спортэкспресс Сегодня отвечает на все наши вопросы Не только наши, но и ваши А вопросы имеются Вот, смотри, Дима Сашка спрашивает Добрый день, страна ФМ А как же молодой французский игрок Мбаппе? Да, кстати Спрашивает он В будущем будет... В будущем так написано В будущем будет вместе с Неймаром золотой мяч биться? На 100% соглашусь Если брать молодых игроков Ну, скажем так, в районе там 18-22 лет То Мбаппе это главный претендент на то Чтобы вместе с Неймаром уже воцариться После ухода Криштиану Роналду А он же молодой совсем был Это очень молодой игрок Его сейчас тоже приобрел ПСЖ вместе с Неймаром Тоже там через скандалы Через выплаты гигантских средств Обход финансового фэрплей Это реально супер крутой игрок И да, именно среди юных футболистов Он сейчас абсолютный номер один Но, как и в случае с любым молодым игроком Особенно, да, с темнокожими футболистами Которые имеют склонность, ну, объективно, да К каким-то головным вещам То есть мысли должны на правильное русло Быть направлены, да, на футбол А не на какие-нибудь тусовки эти Мбаппе еще маленький Пусть он подрастет И тогда мы будем делать прогнозы Но пока абсолютно согласен с нашим слушателем Из юных это претендент номер один Ну что, вернемся, наверное, к теме, о которой мы хотели поговорить Как раз под финалочку у нас К нашей сборной К грядущему чемпионату мира по футболу в 2018 году Что у нас, как ты считаешь, чего там будет? Ну, из группы же выйдем, правда же Мы же все на это надеемся Это же точно Учитывая, что мы на постоянной прямой связи С уважаемым главным тренером сборной России по футболу Станиславом Саламовичем Черчесовым Мы периодически с ним переписываемся В WhatsApp он посылает месседжи То, естественно, если вдруг он будет слушать этот эфир Я скажу, что, конечно же, наша сборная выйдет из группы А я сейчас сказал, наверное, выйдем из группы Да не нами, выйдем, конечно Обязательно Станислав Саламович Обязательно выйдет из группы Нет, ну а если серьезно Я, конечно, в данном случае включу болельщика Как большинство жителей нашей страны Желаю удачи нашей сборной И верю, что она выступит лучше, чем может Объективно уровень нашей команды не самый высокий Это признают и тренеры, и футболисты, и все сообщество Но дома мы можем прыгнуть выше головы Я надеюсь, что к нам будет лояльное, в меру лояльное судейство Что у нас будет хороший состав группы И что в тех матчах, когда многое будет зависеть от толики удачи Эта удача будет с нами Тогда мы сможем выйти из группы И это будет очень здорово Ну а дальше в плей-офф уже посмотрим, кто попадется Мне кажется, это как раз тот случай, когда психология, настрой внутренний твой Он может сыграть даже большую роль, нежели техника Сборная России имеет такой совокупный уровень мастерства Что, к сожалению, наша команда Только благодаря сверхнастрою Только благодаря максимальной самоотдаче И концентрации на протяжении всех 90 минут Может добиваться хорошего результата Но здесь я уже не лукавлю и не пытаюсь там подсластить Именно сильная сторона тренера Черчесова Это мотивация У нас реально за последние годы сейчас Самая сильная сборная с точки зрения духа и борьбы Это круто Дим, вот на этой позитивной, приятной и хорошей ноте Мы предлагаем закончить наш сегодняшний разговор У нас в гостях был Дмитрий Симонов Дим, спасибо, ждем тебя Да, всем пока Приходи, пожалуйста Валерия Майорова Влад Кутузов Мы прощаемся с вами до завтра Рано утром, обязательно услышимся и увидимся Обязательно, друзья Всем пока Стране о спорте Лайк